В 2022 году правительством России введены новые меры поддержки бизнеса. Постановлением правительства Российской Федерации номер 336 установлен мораторий на проверки на 2022 год. Мера затрагивает более 150 видов контроля для малого, среднего и крупного бизнеса, но не затрагивает налоговые, валютные и таможенные проверки. С 10 марта 2022 года все начатые проверки, на которые распространяется мораторий, прекращены. Всего отменено более 155 тысяч плановых проверок и более 59 тысяч внеплановых. Плановые проверки возможны только в отношении небольшого количества наиболее рисковых объектов. Например, школ, заводов, животноводческих ферм. Из 229 тысяч плановых проверок осталось 60 тысяч. Внеплановые проверки могут проводиться в исключительных случаях, например, при непосредственной угрозе, причинении тяжкого вреда здоровью и жизни, обороне и безопасности государства, возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Теперь предписания, то есть то, что нужно сделать для исправления нарушений, выдаются в исключительных случаях. Теперь более 140 тысяч действующих предписаний продлено на 90 дней. К административной ответственности за нарушение требований, относящихся к госконтролю, привлекают только по результатам проверок. Для аккредитованных IT-компаний предусмотрены более широкие меры поддержки, такие как освобождение от всех проверок до 2025 года, проведение только профилактических мероприятий, консультирование и информирование. Главный принцип работы инспектора – профилактика нарушений и помощь бизнесу. В случае нарушения моратория контрольными органами вы можете написать на электронную почту Минэкономразвития России проверки.нет собака economy.gov.ru Подать жалобу в системе досудебного обжалования через портал Госуслуг. Срок рассмотрения жалобы – один рабочий день. Постановлением правительства Российской Федерации номер 353 продлено действие ряда разрешений и лицензий, истекающих до конца 2022 года. Например, на 12 месяцев продлено действие лицензии на розничную торговлю алкоголем. Разрешение на перевозки такси, подтверждение готовности к работе в сфере электроэнергетики, теплоснабжения. Более 5 миллионов водительских прав, срок действия которых истекает с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года, продлены автоматически на 3 года. Водителю менять документ не требуется. Отменена госпошлина за заявление в рамках получения лицензии. Органы власти смогут самостоятельно вводить послабление для бизнеса, сокращать сроки предоставления услуг, отменять некоторые обязательные требования или документы. Изменения в сфере оценки соответствия позволяют легче реализовать произведенные товары. На год продлены сроки действия более 24 тысяч сертификатов и более 330 тысяч деклараций, истекающих до 1 сентября 2022 года. Проще перейти на продукцию от новых производителей и поставщиков. Простой режим декларирования. Вместо сертификата до 1 сентября можно оформить на 6 месяцев декларацию о соответствии продукции. Минпромторг установил перечень исключений из этого правила. Удобнее стал процесс маркировки продукции сразу после ввоза продукции в страну до начала сбыта. Расширен перечень лиц, которые могут ввозить запчасти без предоставления сведений о документах об оценке соответствия. Данные меры вошли в первый пакет господдержки бизнеса в марте 2022 года.